Здесь я вижу совершенно незнакомый у меня лиц. И это значит, что вы сможете узнать правду об одном человеке, об одном американце, который служит таким хорошим символом партнерства между русских и американскими людьми. Да, жаль, что папа не дожил до этого момента. Кто-то меня когда-то спросил, нет ли у меня в жизни сожаления, я сказал, что сожалею, что этот текст не дожил до того, чтобы видеть, что я сказал по словам в России. Но, как моя сестра всегда напоминает меня, он это предсказал. И мы с ним много раз ходили в вклад в музей до его кончины в 2004 году. Я могу сказать без преувеличения, что он знал этот музей как свой пэт-пэт. Тем самым он уважал вклад в Россию в этой войне и в этой войне. И к этой выставке мы просто хотим показать, что рядовые американцы добровольно вступили в партнерство с вами, чтобы победить общего врага. Пусть это служит символом для нас сегодня, когда нет у нас таких больших идеологических конфронтаций, когда есть у нас более совпадающее мероприятие, чтобы мы могли найти этот дух партнерства для блага наших детей и внуков. Выставка называется «Герой двух наций». Я знаю, что отец смотрит сверху, и он как-то руками не считает. «Джон, это неправильно. Я не герой». Герои – это те, кто из боя не вернулся. И я думаю, что эту выставку мы посвящаем память тех, павших за нашу общую победу. Дорогая мама и папа, это первая открытка, которую они получили. Это когда ему впервые дали возможность немцам написать вот такую открытку домой. 8 августа 1944 года. Дорогая мама, папа, у меня все в порядке. Я военнопленник в Германии. Не волнуйтесь, нам дают достаточно, чтобы просуществовать. Но главное, мы получаем посылки из Красного Кресла. В 1992 году мы с отцом поехали в Берлин и потом в Польшу, чтобы найти концлагерь, где он провел больше времени. Концлагеря уже не было, но там была память о погибших.